Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мы с мужем 9 лет вместе, 3,5 года в браке. Мне 26, ему 25, есть ребёнок 2 года. Все 9 лет были непростые, бывало расставались до брака, а в последнее время, а точнее 3-4 месяца было много ссор. По моей вине и по его. Полтора месяца назад муж мне сказал, живу пока с тобой из-за ребёнка, но не только. Я не знаю, люблю тебя или нет, не могу сказать, что нет, но и что да, тоже не могу сказать. Что у неё хочет разводить, что я ему очень дорога. Но как будет дальше, чего не знаю. На предложение о временном разъезде категорическое нет. Желания ко мне тоже пока нет. Говорит, может всё ещё вернётся, это просто кризис на фоне негатива. Говорит, у него нет ко мне отращения, ему очень приятно обнимать меня и целовать, сам подходит, просто спать в одной кровати. Когда я пытался отстраниться, потому что мне плохо, что он говорит одно, но он всё равно ласится ко мне, он болезненно реагирует, говорит, хочет заботиться, и он заботится. Делает это встреча от меня от автошколы, хотя я даже не прощу, едет из другого конца города. Я его люблю, хочу, чтобы всё наладилось, но я его не понимаю, что он хочет, и как мне с ним себя вести. Это кризис, или ему просто сложно меня бросить, может он просто устал. Вчера сказал, что когда он приходит домой, в надежде что-то ко мне почувствует, но этого нет, сказал, что возможно, если не будет разговоров и ссор, будет от меня больше тепла, то всё изменится, ведь из искры бывают пожары. Ну, в принципе, ваш муж прав, это действительно так, но здесь нужно отметить функциональную проблему, системную проблему, которая, в общем-то, заключается в том, что вы ссоритесь. Вот, и, собственно говоря, у ссор есть причины. У ссор есть персональная ответственность, как каждого из партнёра, а не вот эта история, которую вы пишите, что по его вине или по вашей вине, то есть поиск виноватых, ни к чему не приведёт. Вот, я бы рекомендовал вам в данном случае изучить психологическую игру «Скандал». Вот, она есть в интернете, вы можете её самостоятельно изучить, чтобы понять примерно плюс-минус то, как образовываются ссоры, как они появляются, и какие основные базовые причины их возникновения бывают. Вот, в частности, я могу сказать, что конфликты происходят из-за проблем в личных границах, из-за сдерживания своих эмоций, то есть из-за попытки поддержать образ, который вы друг у друга создали. Вот, то есть это некая нереалистичная картинка человека в глазах другого. Вот, это страх перед близостью, то есть, ну, страх близости, как физической, так и эмоциональной. Вот, и это отсутствие, что называется, искреннего контакта между людьми. Вот, это такие базовые самые моменты, потому что вы, например, не описываете то, из-за чего вы ссоритесь. Итак, вы пишете, мы с мужем 9 лет вместе, 3,5 года в браке. Ну, соответственно, что между вами общего, да, то есть вас объединяет, связывает, каков фундамент вашего знакомства, каков фундамент ваших отношений, на чем они базируются. Значение ребенка для вас и для него было бы здорово раскрыть. Вы пишете, что все 9 лет были непростые, бывало расставались до брака, а из-за чего? То есть это очень похоже вот на страх близости. В последнее время, а точнее 3-4 месяца было много ссор, опять же, из-за чего? Каков ваш вклад? Вы пишете по моей вине и по его, а так не бывает. Ссори ответственного по человеку, но они не виноваты. Поэтому нужно именно определить вклад. Ответственно. Полтора месяца назад муж не сказал, живу пока с тобой за ребенком, но не только, я не знаю, люблю тебя или нет и так далее. Это очень похоже на привязанность. На привязанность. Дальше вы пишете, я его люблю. А что вы вкладываете в это? Что вы вкладываете в то, что вы говорите люблю? То есть люблю это, ну, наверное, принятие человека. Безусловно. Я его не понимаю, что он хочет. Зачем вам его понимать? Чего хотите вы? Что чувствуете вы? Какие переживания у вас есть? Как вы о ней говорите? Вот что важно. Как мне с ним себя вести? Опять же. Это как будто бы здесь предполагает некоторое наличие контроля с вашей стороны. То есть вы пытаетесь найти оптимальную модель поведения, чтобы что-то. Это не совсем естественная история. Это не совсем естественная модель поведения. Гораздо более естественная было бы, если бы вы вели себя так, как вам, например, хочется, как вы чувствуете и так далее. Дальше. Значит, вы пишете, что я люблю его, и хочу, чтобы все наладило. Что именно все, и что значит наладило. Ведь это ваше ответственность в том числе в том, что происходит. Поэтому измените свою модель поведения, и все наладится. Если с его стороны есть чувства. Дальше. Это кризис или ему просто сложно меня бросить? Тут проблема в том, что вы пытаетесь понять его, но не пытаетесь понять себя. То, что вы пытаетесь понять его, говорит о вашей некой зависимости от него. Такое ощущение, что вы от него зависите, если это правда, то становятся ясны причины ссор. Дело в том, что ссора здесь возникает из-за того, что вы пытаетесь сделать человека удобным вам. Из-за того, чтобы чувствовать себя комфортным. Может быть, он просто устал, может быть, но вам лучше знать, потому что это ваш муж. Мы его не знаем. Вы пишите, опять же, что он что-то говорит, он что-то сказал и так далее. То есть, слишком много в данном случае внимания ему. Откуда столько внимания на него, не совсем понятно. Но совершенно очевидно, что это нужно выяснить. То, что вы уделяете внимание человеку больше, чем себе, являются серьезной проблемой. Потому что вы упускаете из виду себя. Вот, соответственно, что это можно сказать. Здесь чувствуется ваша тревожность, чувствуется ваше недоверие к себе, чувствуется, что вы, как я уже сказал, больше опираетесь на своего мужа, нежели чем на себя. То есть, вы больше опираетесь на него, нежели чем на себя, на свои чувства. И это необходимо корректировать. То, что вам неприятно, что он к вам ласится, но говорит другое, это опять же связано с вашей тревожностью. Возможно, со страхом, что вас используют. Это все равно вопрос личных границ, который нужно решать. Я могу точно сказать, что само по себе что-либо не вернется. Само по себе именно. Вернется только, если гармонизировать отношения. Соответственно, если вы считаете, что у вас есть проблемы, вы можете обратиться к психологу. Если муж считает, что есть проблемы, он также может обратиться к психологу. И вы вместе можете также обратиться к специалисту для того, чтобы лучше друг друга понять, благо приемы для этого существуют. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!